Всем привет! С вами Юрий Ильянов. Сегодня мы с вами посмотрим на Beauty Insider Magic Box номер 5. Давайте выделим секундочку, чтобы мысленно или в комментариях поблагодарить Ирину, потому что если бы не она, и если бы она не прислала мне эти коробки и не получила бы их для меня, то это видео было бы невозможно. Я, я думаю, что все, кто ждали эти обзоры, также благодарят тебя, дорогая Ирина. И на самом деле эту коробку я заказала даже в двух экземплярах, потому что первый раз у меня оплата не проходила, и это был день, когда я улетала в Москву, поэтому, чтобы не ждать и сомневаться, я просто заказала две коробочки. Поэтому сначала покажу основной состав, а потом все то, что у меня не повторялось. То есть, если один бренд предоставлял два продукта на выбор, мне попались они оба. Естественно, у нас, как всегда, здесь есть карточки, и я вот буду их так листать, и вот каким образом у меня здесь карточки лежат, таким образом мы с вами будем обозревать продукты. Первый у меня здесь легкий крем для лица, Крем Ридурант Лежер, с французским прононсом бренд Апоткер. Такая миниатюрка 5 мл, если учесть, что 50 мл стоит 8400 рублей. Это достаточно клевый пробник, но здесь нужно учитывать еще то, что у этого крема магическое действие с эффектом ботокса. Зачитываю, содержит нейрорасслабляющий комплекс Swiss Botox, антиоксидантный комплекс. На самом деле, об этом описании нужно говорить долго и много, потому что морщины, они бывают разные, если это мимические морщины, то есть действительно из-за того, что где-то есть напряжение. То есть они появляются из-за того, что вы много морщите лоб просто так, как, например, это делаю я. У вас очень активная мимика, вот в этом случае необходимо расслаблять мышцы. Кстати, на бьюти-дне Елена Крыгина говорила, что если девушка очень сосредоточенно красит брови в маленькое зеркало, особенно то мышцы вот здесь зажимаются уже даже вот от этого. Если еще какой-то день напряженный, то в течение всего дня есть где-то напряжение, а там может быть залом кожи, и это и будет морщина. Вот от таких морщин ботокс и помогает. Если морщины возрастные, то там должно работать уже что-то другое. Но для этого как раз-таки, наверное, нужен антиоксидантный комплекс. С мимическими морщинами кому-то повезет, кому-то не очень. Это может случиться с кем-то и в 15 и в 17 лет, а с кем-то и в 45 никогда не случится. Ну, я на самом деле ветеран использования кремов с эффектом ботокса, поэтому у меня об этом креме уже практически экспертное с точки зрения пользователя мнение. Он действительно работает, он работает очень круто. Обычно у таких кремов эффект накопительный, то есть нужно от 16 дней, чтобы ваш вот этот ботокс-крем начал работать. У меня есть отдельное видео об этом еще, мне кажется, 13-го года, и там подробно все рассказываю. Единственное, что я сейчас уже другой крем использую. И в целом могу сказать, что эти кремы это правда, они действительно работают, если есть момент мимических морщин, обязательно обратите внимание. Под ценовой политикой они есть разные, тот крем, что сейчас у меня, он в два раза дешевле, чем вот этот крем. Но этот крем очень клевый, и я такие кремы использую не на все лицо, я честно вообще не понимаю, зачем такой крем наносить на все лицо. Я его использую только точечно, там, где активная какая-то мимика, вот здесь где-то, но здесь я использую очень редко, просто чисто в качестве профилактики. Мы часто улыбаемся, разговариваем, здесь просто зона риска. Именно для точечного использования такого крема хватает очень надолго. Вот когда я покупаю упаковку, там обычно 50 мл, этого мне хватает на год минимум. Если есть момент мимических морщин, напряжение где-то на лице, то очень рекомендую присмотреться. Вот дорогой вариант, то, что можно там потратиться, 8400, хей, дайте два. Но в целом можно найти хорошее средство и подешевле. Дальше у меня следующая картиночка, это два средства от Clorans, и они мне попали оба, один в одной коробочке, другой в другой. И на самом деле очень шикарные пробники, здесь по 100 мл, то есть вы по-настоящему можете протестировать это средство. Много раз я говорила о том, что мне нравится в марке Clorans очень многое, в том числе как они продают и как они вот дают нам свои пробники. Они верят в то, что их продукт клевый, то, что он действительно нам понравится. Когда, допустим, это средство закончилось, если оно вам действительно нужно, оно классное, вы поймете, что чего-то не хватает. Здесь у меня Extra Firming, то есть супер подтягивающий такой лосьон для тела. Он тонизирует, подтягивает и разглаживает кожу. Он такой немножко силиконистый и действительно именно на подтяжку, на лифтинг. Кремы, которые предотвращают растяжки или вот именно лифтинг эффект, они достаточно жирненькие, в них есть масла обычно. И вот этот тоже для лета, ну, он тяжеловат. Тем не менее, он классный, он хорошо ухаживает за кожей и у него нет вот этого ощущения стягивания. То есть некоторые подтягивающие гели, особенно там, например, антицеллюлитные, очень любят этим грешить, что это такой гель. И он подсыхает и остается такой пленочкой, и вот эта пленочка как раз она гладкая. Здесь немножко по-другому, это более такая жирная, плотная текстура. Тем не менее, он хорошо распределяется, нельзя сказать, что у него еще какой-то большой расход. И мне захотелось его отложить до более холодного времени года. И плюс мне показалось, что это более серьезное средство, чем мне нужно. То есть когда есть перепады веса или вот беременность, или вы занимаетесь спортом, активно худеете, и нужно подтягивать кожу, либо с возрастом, или с какими-то другими нагрузками. Есть провисание кожи, есть такая необходимость подтянуть. Мне кажется, что стоит присмотреться к этому средству. И второе средство, это такой эксфолиатор-скраб для тела, бамбуковой пудры. Одно из таких средств, которое дает такой вау-эффект сразу после первого применения. Мой совет такой именно от меня, начать наносить его до того, как вы пойдете в душ, на сухую кожу. Уделите внимание тем участкам, которые вы хотите так особо обновить, может быть коленки, локти, или там, где вы хотите, чтобы кожа была более гладкая, такая более ровная, чистая. Видите, здесь такая кремообразная текстура вместе с частичками. Крем быстренько наносится, но вы делаете уже такой первый себе массажик. После этого вы уходите в душ, смачиваете ладошки и начинаете делать уже массаж на влажной коже. Вот тогда эффект будет просто супер. И это средство не на каждый день, то есть вот такую эксфолиацию лучше проводить не чаще раза в неделю, а для кого-то даже, может быть, и раз в месяц, в зависимости от чувствительности кожи. То, что мне очень понравилось, нет вот этого ощущения, что верхний защитный слой кожи весь смылся, и что она бедная и беззащитная, ее срочно нужно чем-то намазать. Естественно, что намазать ее чем-то нужно. Это одно из очень хороших средств для того, чтобы ухаживать за телом, именно как раз для тех, кто, о боже, почему же я так давно не ухаживала за своим телом? У меня не было на это времени. Появляется время раз в неделю сделать вот такую штуку, сверху намазаться каким-то, ну, либо питательным, либо увлажняющим кремом, может быть, добавить туда еще масло, будет вообще супер. Идем дальше, это тушь для ресниц False Lashes Extreme Black. Это тушь от MAC, вот в таких микропровничках. Тушь реально клевая, и я ее оценила не сразу, потому что на ней написано False Lashes Extreme Black. И вот в моем представлении накладные ресницы, то есть False Lashes, это что такое? И здесь написано накладные ресницы, и она просто очень хорошо расчесывает. Она поднимает даже вот самые мельчайшие реснички, которые есть, все их прокрашивает, и создается эффект не накладных, а своих натуральных, очень пушистых, очень таких классных, приятных ресниц. И вот создатели этой туши, наверное, под накладными ресницами имели в виду то, что если эту тушь наслаивать, то как будто бы вы добавляете себе еще ресниц. Здесь не будет драмы. Ну, по чуть-чуть эта тушь, вот каждой ресничке добавляет и объема, и немножко длины. Но вот я бы не назвала это накладными ресницами. У меня это вообще очень классная повседневная тушь. Чтобы это был какой-то эффект немножко драмы или накладных ресниц, нужно очень много раз провести по ресницам. Идем дальше. Помада-бальзам Rouge Volupte Shine. Помада-бальзам у нас идет вот в таком вот пробничке. Здесь Cara Delevi. И три оттенка. Ну, еще, как обычно, кисточка. У меня было две коробочки, поэтому один пробник у меня пользовался, а второй вот остался для того, чтобы девственно чистым его вам показать. Три оттенка. Коралловый, красный и розовый. И сейчас на мне это красный оттенок, и еще в центр я нанесла розовый. Помада оставила очень интересное впечатление. И я сейчас расскажу, в чем дело. В ней очень много ухаживающих компонентов. Она действительно супер-мега ухаживающая. Она тает на губах, но когда наносите ее, это просто как маслица. И в первый момент даже тяжело как-то наслоить цвет, чтобы он не полосил, а был таким равномерным. Но когда я ее наношу, и, кстати, вот эта вот кисточка, которая здесь есть, она оказалась весьма удобная. Через какой-то момент цвет начинает оседать на губах. Помада превращается в тинт. Первый блеск уходит. Вот, кстати, этот блеск, он мне не нравится, потому что это и не блеск для губ, там, где какой-то прозрачный цвет, но здесь есть вроде как насыщенный цвет. Но при этом вот этот блеск и жирность, которая немножко размывает этот оттенок. В общем, мне сложно это объяснить. По всем своим потребительским свойствам помада просто великолепная. Она очень классно ухаживает. Она приятная, отлично пахнет. В общем, супер-мега помада. Единственный момент, что немножко края могут растекаться именно в самом начале, пока она не подсохла. Она достаточно жирная. И наслоить оттенок нужно тоже немножко ждать, пока слои подсохнут, если хочется именно такой плотный, насыщенный оттенок. При этом даже летом, днем она, мне кажется, какой-то неуместный. Вовсе я тоже эти оттенки себе не представляю. Может быть, именно вот эта подборка оттенков немного странная. Вот даже когда красный цвет я стала делать для губ, он все равно какой-то не красный. То есть вот в таком прессованном виде оттенок такой насыщенный, он такой даже немножко пластиковый, а потом она начинает таять, оттенок немножко становится другой. Поэтому с этой помадой у меня как статус ВКонтакте все сложно. Дальше молочко для тела Иктиан или мицеллярная вода Иктиан. По счастью, мне попалось два молочка. Молочко для тела очень понравилось. Вот из тех продуктов, которые были вот в пятой-шестой коробке для тела, это лучшее. А лучше всего подошло моей коже. Для нормальной сухой кожи. Уже я рассказывала, что вот здесь у меня достаточно такой сухой участок кожи. И здесь появились родинки из-за солнца. И в летнее такое весеннее солнечное время у меня здесь все время такая тонкая кожа, которая требует дополнительной защиты. И всегда, если средство какое-то раздражающее или агрессивное, вот здесь вот этот участок кожи его почувствуют. Вот этот крем невероятно классный, офигенный. Он очень быстро впитывается, при этом он легкий. Он именно для сухой нормальной кожи, то есть не слишком жирный, не слишком такой избыточный. Очень мне понравился, несмотря на то, что он легкий и действительно его увлажнение, какое-то питание, без утяжеления. На лето вообще очень здорово. И вот одну упаковку я уже полностью использовала. Здесь тоже очень хороший такой промник, 40 мл. Очень легко понять, вот это было разовое ощущение того, что это клево. Или все-таки на такой длительном промежутке времени это нравится. Пойдем дальше. Это увлажняющая база UV Prime SPF 50 от Makeup Forever. Еще одна радость и любовь от того, что у меня это в двойном экземпляре. Потому что это первая база с SPF, которая мне попалась. Вообще не понимаю, почему производители не делают базу с SPF. Это вот настолько очевидно было и настолько это было нужно. Потому что если, допустим, нравится тональный крем какой-то, а у него SPF 15. Это как говорят, ни о чем. Вот здесь база SPF 50 и PA++. Супер классная защита. Ну, может быть, 50 это не так уж было нужно. И если смотреть вот там исследование графики, что после 30, где-то вот до 50, там уже незначительное увеличение в UV защите этой. 50 тоже не повредит. Я брала это средство с собой в путешествие. Когда я ходила очень много на открытом солнце, когда было очень жарко. И у меня был сверху BB крем. То есть на эту базу ложится все отлично. BB кремы, тональные кремы, CC кремы. И все держится целый день. Отлично. Вот в первом дне моего небольшого путешествия в Болгарии я говорила вот в конце в этом влоге о том, что средства на лице в конце дня после палящего солнца очень много мы перемещались. Там и было кондиционер, и жара, и ветер. На лице все было в порядке. И один из виновников такого счастья, вот этот вот праймер от Make Up For Ever. Мне кажется, что это третий или четвертый праймер Make Up For Ever, который я пробую. Мне они очень нравятся, очень классные. И вот этот SPF 50 PE 3+. Вот если вы едете куда-то отдыхать, на море, где будет много солнца, возьмите. Мне кажется, что это круто. И вот другую базу с SPF я еще пока не видела. Супер. И работает супер. И не утяжеляет кожу, не делает ее более блестящей, не высушивает. Просто классное, офигенное средство. Дальше еще следующее средство. Это солнцезащитный крем для лица Brightening UV Defense SPF 30 SkinCuticals. Он в такой коробочке. Такой небольшой пробничек 3 мл. Расход у него, нельзя сказать, что какой-то большой, но и не маленький. Поэтому вот такой упаковочки хватает на не очень большое количество раз. И потом нужно как-то выдавливать. В общем, не самый удобный пробничек. Я им пользовалась пару раз. Крем нам обещает не только защиту от солнца, но и также то, что это отличная база под макияж. И также обещает увлажнение. Магии какой-то я не заметила. Какой-то особенный вот такой чик-чик, чтобы у нас с этим средством было так. Нет, тоже не заметила. Почему-то рука к нему не тянулась. Нет желания им пользоваться, нет желания как-то его наносить. Вот те средства, которые у меня сейчас есть, они меня как-то устраивают больше. Но тем не менее, вот у нас с ним магии не случилось. Хорошее, нормальное средство. Маска Time Returning от Dr. Chart. Тоже я довольна, что она у меня в двойном экземпляре. Я смотрю, как это на видео выглядит так прикольно. Такое золотое сияние. Офигенная маска. Мне очень понравилась. И хорошо, что нет эффекта потом пленочки, стянутости. Все, что эта маска отдает вашему лицу, останется на вашем лице. Потому что эту маску можно не только перед сном использовать, но и с утра. То есть сверху можно будет после впитывания этой маски также нанести свой крем и уже идти дальше по делам. Но очень понравился мне от нее эффект. Она классная, она легкая. Это одна из тех вот таких вот классически классных вот в азиатском стиле масок. И у нее сама вот эта тканевая основа очень правильная. Походит на китайские маски, которые были вот самыми лучшими такими тканевыми. Или как называют их еще листовыми масками в моей жизни. Поэтому Dr. Chart очень давно хотела попробовать. У них такая ценовая политика тоже не из дешевых. Вот такая маска 10 штук стоит 5480 рублей. То есть одна масочка 500 рублей. В принципе здесь понятно, за что платим. Реально очень классно. Если есть возможность, я думаю, что стоит попробовать. И последнее, что было в коробочке, это ароматы от Ле Лабо. И мне здесь тоже повезло. У меня два разных аромата. Но здесь у меня вот такой вот был конверт. И в нем была не только миниатюрка, но еще и вот такая вот штука. Очень классная. Некая пояснительная записка с очень прикольным таким штампом. И написано здесь ароматного настроения. То есть ощущение такого крафтового чего-то. То, что сделано своими руками именно для меня. Ну, такой какой-то уют и нештампованность, что ли. Ну, вы сами понимаете, какой эффект производят такие вещи. Второй конверт был клевый. Вот такой представьте. Вы получаете просто такой конвертик. Такой натуральный, супербумажный. Вот вы его вскрываете, и там внутри вот лежит вот такая вот штука. Мне досталось два разных аромата. Это Сантал 33 и Бергамот 22. Сантал 33 не мое, там есть интересные нотки, но вот что-то не совсем без отвращения отторжения, но не тянет. А вот Бергамот 22 даже летом мне показался очень классным. Для очень жаркой погоды его многовато, а так очень здорово, очень приятно. Один из таких приятных классных запахов. И я им даже несколько дней подряд пользовалась. Хотя, в принципе, ароматы это не какая-то такая моя страсть. Ну, знакомство с маркой состоялось. 50 мл стоит 17 520 рублей. Я все еще так дышу в пакет в такой бумажный при виде таких цены. Когда вижу, например, духи 50 мл стоит 50 тысяч рублей. Я вот пытаюсь просто у себя в голове, чтобы у меня, для меня как-то стало нормально, что действительно бывает такое, что это стоит 50 тысяч рублей. Может быть, однажды я себе куплю такие духи, и как бы ничего страшного в этом не будет. Поэтому с этой точки зрения мне, честно говоря, тоже очень нравится. Такой какой-то азарт добавляет. В целом, конечно, офигенная, классная коробка. Именно вот этот выпуск, он у меня еще был в таком двойном объеме, в двойном экземпляре. Очень много всего крутого, того, что понравилось. То, что именно удовольствие мне доставило от использования. Коробки эти очень люблю. Буду продолжать заказывать, пока у меня будет такая возможность. И также я сняла еще одно видео о следующей коробке, о шестой. Но, честно говоря, я их перепутала. Я думала, что та коробка пятая, а вот эта шестая. А на самом деле все наоборот. Поэтому вот это пятое. И следующее видео будет про шестую коробку. Но там я в нем думаю, что это пятое. Что же, это все на сегодня. Облагодарю за то, что были со мной. Оставайтесь на здоровой, красивой нашей коробочной волне. И мы с вами увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok